А как ты можешь понять, ну, то есть, как бы пример, который вы приводите, очень похож на то, у нас было 10 человек, мы выиграли все гранты в один из престижных университетов Казахстана, да, то есть, и где-то, наверное, на первый год обучения мы поняли о том, что нет, ну, то есть, это не совсем то, что нам дают, и это не очень качественно и не очень хорошо, вот, и 7 из 10 они бросили этот факультет, то есть, я из-за того, что международная организация дала грант, оплатила мне его, и все остальное, я следующий год просто вот довел его до конца, вот, для того, чтобы закрыть Гешталь, но вопрос же в том, что я же на тот момент в 22 года не понимал, пригодится мне это в будущем или нет, и, как бы, вот это умение доводить до конца, мне кажется, это хорошая была черта, потому что сейчас вы говорите, надо было бросать. Алишель, я сразу объясню, это, такой прием применяется в инвестировании, я одно из правил инвестирования, говорю, вот ко мне приходят ребята и говорят, я хочу продать вот эту акцию. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, чтобы выйти в кэш. Я говорю, зачем? Ну, как в кэш? Ну, я говорю, ты же в кэше не усидишь, ты захочешь опять же инвестировать? Ну, да. Я говорю, а у тебя есть куда инвестировать? Нет. А тогда зачем выходишь? То есть смысл такой, ты говоришь про одну часть процесса, то есть выйти, то есть бросить универ. Бросать университет надо было тогда, когда у тебя в руках есть альтернатива лучше, чем бросать университет. А просто бросить университет, потом чесать репу и думать, а как дальше жить? Ну, это глупость. И в этом плане, поскольку у тебя не было альтернативы лучше, чем бросить университет, ты правильно сделал. Ты добил университет. Ну, потому что это не было альтернативу лучше. А если бы у человека была бы такая версия, вот добивать университет, либо его пригласили работать в Apple компании. Понятно, он бросит университет, сразу переходит сюда, это правильное решение. И здесь вопрос просто так, бросать нельзя цель. Бросать цель можно только в том случае, если у тебя есть... Потому что, смотри, ты идешь к какой-то цели, она перестала тебя драйвить. И ты говоришь, я ее брошу. Подожди, но у тебя альтернатив нет. Хорошо, ты сейчас бросишь, все будешь на диване валяться. Или сериал досмотреть. Альтернатива пока другой нету. Поэтому пока продолжай. Пока продолжай. Все-таки твоя старая цель лучше, чем вообще отсутствие целей. Редактор субтитров А.Семкин